МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу «Время говорить» и главные темы сегодняшнего выпуска будут такими. Их оставалось только двое. Определились главные претенденты на кресло рязанского мэра. Золотые столбы рязанские предприниматели при поддержке антимонопольщиков поставили на место чиновников. Страшного парка вскоре не будет. Городские власти всерьез взялись за благоустройство одного из самых заброшенных рязанских парков. А теперь обо всем подробнее. Сегодня определились основные конкуренты на конкурсе рязанских мэров. Напомним, сейчас у нас в городе нет главы исполнительной власти. Обязанности городоначальника несет на своих плечах Виталий Артемов. Он, как известно, уже работал мэром, однако по закону его полномочия стекли после завершения деятельности гордумы первого созыва, гордума номер два назначила Артемова исполняющим обязанности главы администрации Рязани. И пока он командует, как и раньше. Конкурс претендентов на главное кресло в системе администрации Рязани выявил в начале пятерых потенциальных мэров. Самого Артемова, а также доцента РРТУ Виктора Пушкина, коммерсанта Александра Очалова, военного пенсионера Виктора Жиляя и временно неработающего Александра Волокжанина. Однако последнего в прошлую пятницу с пробега сняли безработному Александру. Комиссия отказала, так как у него нет стажработ, который требуется кандидату согласно положению о конкурсе. Сегодня, опять-таки, согласно упомянутому положению, комиссия определила двоих главных претендентов, судьбу коих решит уже гордума на общем собрании. При подсчете рейтинговых делитений первое место по итогам голосования занял у нас Артемов Виталий Евгеньевич, числовой эквивалент 15. Второе место занял Пушкин Виктор Анатольевич, числовой эквивалент 30. Третье место занял Жиляй Виктор Викторович, числовой эквивалент 47. Четвертое место занял Очалова Александра Евгеньевич, числовой эквивалент 48. Теперь о том, как в Рязани пытались нагреть на деньги интернет-провайдеров. Мало кому известно, но ведь могли в нашем городе взлететь цены на всемирную паутину. Да не только. Кипели страсти с минувшей весны. Но, к чести капельщиков, надо сказать, цены не выросли. Но шла в Рязани борьба шла. С одной стороны, отстаивали интересы клиентов провайдеры, с другой накручивали им аренду за столбы, на которых крепится оптоволокно. Муниципальное предприятие, распределительные электросети, управление троллейбусом. Но вот есть у начальников собственные столбы. Так почему же не задрать стоимость их использования? Да повыше, как у нас любят. А когда можно легко и просто взять, о законах забывают даже те, кто обязан их неукоснительно соблюдать. Чем закончилось столбовое противостояние предприятий и провайдеров, рассказывает Оксана Тебенихина. Все хозяйствующие субъекты стремятся стать монополистами. Это не секрет, а мечта поэта. То есть магната. И так было всегда. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области на них было рассмотрено три дела о нарушении антимонопольного законодательства со стороны муниципального предприятия Рязанские городские распределительные электросети. Те действия, которые, как мы полагаем, нам удалось пресечь, могли бы серьезным образом повлиять на каждого жителя нашего города. Операторы интернета, они используют столбы линий электропередач для размещения своих оптоволоконных линий, линий свете. И в апреле текущего года муниципальные предприятия, электросети, на наш взгляд необоснованно, приняли решение о повышении платы за размещение этих самых оптоволоконных сетей. И цену оно предлагало повысить в среднем порядка 400%, на 400%. Необоснованное повышение аренды аж четыре раза обязательно стало бы поводом для повышения цен на интернет. После обращения сразу трех крупных провайдеров в антимонопольную службу хозяин Вышек тут же добровольно согласился рассмотреть свою ценовую политику. Со временем сошлись на прежних цифрах. Мы полагаем, что это сделано под нашим давлением, естественно, когда государство вмешалось в эту ситуацию. Поэтому мы, несмотря на то, что прекратили производство по этим делам, мы полагаем, что это успех антимонопольных органов региональных, связанный с проведением государственной политики в области конкуренции. Но нет у монополистов конкуренции. Вот и заламывают цены под потолок. Хорошо, хоть у права пока находится. Только вот антимонопольная служба не берет цен. Законодатель установил жесткие рамки для работы управления. Однако то и дело антимонопольщикам приходится разбираться с проблемами, завышенных цен и фактами сговоров. А все потому, что монополистам делягам, как говорится, деньги глаза застят. К другим темам. В Рязани заметно похорошел парк, сверху и снизу зажатый в железнодорожном районе улицами Шевченко и Элен Комсомола, а по бокам ограниченные четвертые и пятые линиями. У местных жителей он известен как Страшный парк. Есть у нас парки с народными названиями. Там Саша, Наташин, даже Пьяный парк. А этот вот Страшный. Впрочем, это жутковатое название, скорее всего, теперь уйдет в историю. Парк сейчас активно приводит в божеский вид. В том смысле, что буйные дикие заросли проредили, заброшенный пруд чистят, ходят волшебные слухи, что в нем и рыбка теперь будет, и раки. Подробности предстоящего преображения Страшного парка по просьбе местных жителей выяснял сегодня Глеб Галушкин. Новопавловская роща, а ныне парк в районе улицы Шевченко и Пятой линии, имеет славную историю. Рязанские историки говорят, что ранее деревья занимали куда как большую территорию, чем сейчас. А во время Великой Отечественной войны эти самые деревья спасли горожан от холода, поскольку зима 41-го выдалась непривычно морозной. В советские же времена, по словам старожилов Горрощи, здесь вполне можно было и на лавочках посидеть, и в пруду искупаться, и с ребятишками прогуляться. Со временем парк херел, зарастал, дичал, превращался в свалку. Местные жители стали обходить это место стороной. Несколько лет назад в бытность мэром города Федора Проваторова чиновники горадминистрации заявили о трансформации Новопавловской рощи в детский парк. Но тогда дело дальше установки красочного информационного щита не пошло. Хотя по планам здесь должен был появиться детский клуб, детское кафе, лодочные станции и даже аттракционы. Парк так и остался заброшенным, а при мэре Шишове даже и информационный щит заржавел. Только летом этого года начались реальные работы по благоустройству Новопавловской рощи, за что нынешней администрации от жителей большой зачет. Мусор вывезли, деревья опилили и даже пруд от грязи очистили. Но это было предвыборное время, и в прессе частенько проходили подозрительно одинаковые материалы о прямой причастности к организации работ некоего депутата Гордумы. Местные жители грустно вздыхали, после голосования опять все закончится. Но уж не знаем, как там с депутатом, а вот управленцы служб благоустройства парк не бросили. Сейчас территорию оградили, в следующем году здесь появятся дорожки и скамеечки. Что касается паркового пруда, то его тоже расчистят и укрепят береговую линию. Так что здешний народ готовит удочки в надежде вскоре посидеть на зорьке на берегу ожившего пруда. Возможно, что уже следующей весной в Новопавловский уже не страшный парк. Потянутся и простые жители, а неподозрительные компании выпивох, которые облюбовали это место на протяжении многих лет запустения. Сегодня выяснен приговор двум жителям Рязанской области, убившим в одной из деревень стариков. Пожилых супругов попросту забили насмерть, потому что налетчикам нужны были деньги для продолжения пьянки. Добычу убить стали два сотовых и закуска, взятая из холодильника хозяев дома. На заседание суда была Ирина Ковалева. Сегодня в зале суда эти двое молодых людей ведут себя более чем скромно. Глаза отводят, суду не возражают. Но в октябре прошлого года они вели себя иначе, когда грабили, убивали пожилых супругов, а затем скрывали следы преступления при помощи поджога в одной из деревень Кораблинского района. Причина до ужаса банальным мужчинам нужны были деньги на выпивку. Но планируемое ограбление закончилось убийством. В ответ на оказанное хозяином дома сопротивление они стали избивать старика. А Яблонский, кроме того, нанес ему несколько ударов, принесенные с собой деревянной дубиной. После того, как пожилой человек пристал оказывать сопротивление, злоумышленники подошли к его жене, которая находилась возле печки, потребовали от нее денежные средства. В силу имевшегося у женщины заболевания у нее отсутствовала речь. Тогда Яблонский, рассердившись, также несколько раз ударил ее деревянной дубинкой в область головы. По словам следователя, который вел это дело, за многолетнюю практику он впервые столкнулся с такой жестокостью. Ведь, по сути, пожилая пара была убита из-за двух сотовых телефонов и продуктов, общая стоимость которых не превышала двух тысяч рублей. Вину они действительно признали, потому что в ходе следствия мы, в принципе, собрали достаточно хорошую доказательственную базу. Но, честно говоря, ни у одного, ни у второго я в глазах раскаяния не увидел. Сегодня, после 10 месяцев следствия, в Рязанском областном суде преступникам был вынесен приговор. Николая Яблонского приговорили к 20 годам и 6 месяцам, а его подельник Александр Матюшина к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На сегодня все. Хорошего всем вечера. Берегите себя. И до встречи завтра, как всегда, в программе «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова